Друзья, всем привет! Мы на канале Кукс Браздер Хукс. Сегодня решили приготовить такое интересное блюдо. Итальянский хлеб. Национальное их достояние такое. Называется фокаччо. Я с мукой не очень дружу, но для меня очень даже на удивление получилось легко приготовление этого хлеба. Очень вкусный, но дрожжевой, но при этом замечательный. Самое главное здесь, что это мука, оливковое масло, либо растительное, какое у вас есть, естественно, соль, сахар и как бы всё, тёплая вода комнатной температуры. Что нам понадобится для этого? Эта ёмкость большая. В эту ёмкость добавим сахар. Одну столовую ложку. Можно даже побольше. Также мы добавим оливковое масло. Столовую ложку муки. Грамм 60. На самом деле, это тесто испортить сложно. Вы потом всё увидите в дальнейшем. И дрожжей добавляем где-то чайную ложку тоже. Если у вас на самом деле не подходит тесто, если вы брали в тёплое место, после вот этой закваски она не очень подходит, чуть-чуть запоните ещё дрожжей, как бы, ну, точно ничего не спорится. И водички добавляем тёплой. Грамм 50 столов. Водичка у нас подостыла, и мы смело сюда её добавляем. Прямо всю. Ничего не боясь. Вот. И всё перемешиваем аккуратно. Напомню, здесь сахар, оливковое масло, мука, дрожжи. Не страшно, что комочки здесь. Ну, как бы, если у вас есть желание, можете, ну, допустим, всё перемешать хорошо, там, венчиком, там, я вот ложечкой мешаю. И, как бы, такое вот простецкое тесто, и, как бы, ну, реально школьник, мне кажется, исправится, если можно такое сравнение дать. Всё, развели. Такая вот у нас жидкость получилась. Накрываем пищевой плёнкой сейчас и убираем в тёплое место, куда у вас там есть подход. Вот, в комнатную температуру где-то на полчаса, сорок минут. Всё в зависимости от тепла. Прошло примерно полчаса. В тёплом месте постоял. У нас наша опара. И вот такая она начала бродить. Видите, такие пузырики образовываются. Ну, пошёл процесс закваски. 500 грамм муки просеял. Вода тёпленькая. Комнатная температура. Здесь 400 миллилитров у нас. Будем постепенно добавлять. Вот так всё томаты будем использовать. Также сыр добавлю. Сейчас пойду принесу. Базилик, естественно. И чесночком потом, когда будет готов уже хлеб, натру чесноком немножко его корочком. И, естественно, вот противень, который мы будем использовать для выпечки хлеба. Надо всё хорошо по краям всё смазать. У меня остался этот противень после вяльных томатов. Он ароматный, базиликовый, томатный. Такое масло осталось. Как бы, ну, грех не воспользоваться этим. Что делаем дальше? Добавляем сюда муку нашу. Можете всё сразу высыпать. Можете постепенно добавлять. Не критично в данной ситуации. Мы как бы добавим, чтобы показать половинку. Всё перемешаем. И постепенно добавляем воду. Опять же, добавим соли. Где-то столовую ложку. В процессе вымешивания. Также в процессе вымешивания добавим орегано сухой. Если нет сухого орегано, добавьте сухой базилик. Если нет сухого базилика и розмарин, укроп, петрушка, что у вас есть. Если нет ничего, ничего не добавляйте. Я вот орегано добавил. Оливковое или растительное масло, что у вас есть. Там, не знаю, 3 столовые ложки. Давайте добавим. Раз. Два оливкового масла. Замешаем. И разочек растительного масла. Микс сделаем. Кашу маслом не испортишь, как говорят. И всё замешиваем, перемешиваем аккуратно. Вот замес получается, смотрите, красивый. Вот видите, такое тесто. Вот такое оно, в принципе, должно в итоге быть. Добавляем всю муку, высыпаем оставшуюся. И всё вымешиваем аккуратно. Идеальное в плане приготовления теста. И водички добавляем тоже. Можете рукой это всё сделать. Я вот ложкой замешиваю, и вообще не парюсь. Не о чём. Запах приятный такой, дрожжевой. Специи, масло пахнет. Оливковое. Такое липкое тесто. Всё, как бы, замешали. Специи добавили все. Соль, сахар, масло. Видите, она липнет, как даже на кругах. Всё оставляем сейчас под плёнку. И уносим в тёплое помещение. Батареи не рекомендуется ставить. Где-то 25 градусов, чтобы было. До 30. Слишком оно перейдёт. Всё-таки дрожжи играть будут. Хорошо укутать, и можете там полотенцем накрыть ещё чем-то. Я просто плёнкой укутываю всё. Полтора часа ещё час-полтора. В зависимости от температуры. Ну что, друзья, прошло вот у нас полтора часа. Тесто поднялось. Такое пышное. Пузырица. Очень красивое. Берём поднос. Наш смазанным маслом. Берём руки. У меня тут вода. Смазываем. И нашу форму обминаем. Тесто, точнее. Обязательно смазывайте руки. Не забывайте. Чтоб тесто не прилипало. Я сделаю с сыром. Можно целый кусок выложить, если без сыра. Сделаю с сыром. Так что делю на две части. Ну, равные. Ты выкладываю на наш противень. И обминаю. Аккуратно обминаю. Растягиваю. Тут тоже обминать можно произвольно. Нежно, не нежно. По-кому как нравится. Ну, в принципе, нам нужно её растянуть по всей поверхности. Она не прилипнет, если вы будете постоянно смачивать водой с маслом. И будет лучше растягиваться при этом. Далее берём сыр. Любой, какой у вас есть в наличии. И натираем по всей поверхности. И берём второй кусок. Выкладываем его на середину. Аккуратно так же обминаем, растягиваем. Нежные женские руки. И у них ещё лучше это получится. Вот смотрите, по всей поверхности у нас часто растянулось. И мы вот раскладываем наш базилик произвольно по всей поверхности. И томаты тоже самое. Я вот выкладываю прям вот, чтобы базилик ушёл внутрь. Чтобы не сгорел, так сказать. Потому что за счёт температуры он загорится, высохнет и вкус весь пропадёт. А тут вкус сохранится. Немножко вдавливаем томаты вместе с базиликом. Можете добавить меньше томатов. Либо вообще без них есть не любите. Получится тоже очень интересно. Розмариновая соль у меня. И сверху немножко присаливаю. Даст ещё аромат. Можете просто присолить немножко. Не бойтесь, не пересолите. И капнуть сверху. Можно ещё оливковое масло и растительное. Именно сверху. Внутри там много. Вот такой пирожок чудный получился. Красивый. Можете кунжутом сверху посыпать. Если вам нравится. Всё, сейчас убираем нашу духовку. Вот смотрите, 200 градусов. Режим вверх-вниз. И вот там наш пирожок. Наши чудо-печки. Сейчас закрываем и забываем. Минут на 20. 15-20. Потом прибавляем температуру 250. 5 минут внизу. И 5 минут наверху. И это минут 35. Ну, 30 минут. В среднем будет готовиться. Всё. Так что закрываем нашу дверь. Ну вот смотрите, какой хлеб получился у нас. Прошло полчаса примерно. Вот такой красавчик. Помидорчики подзапеклись. Всё подзапеклось. Положили вот мокрую тряпку под низ. Для того, чтобы горячий поднос лучше, чтобы там хлеб отошёл. И, естественно, сверху сейчас накроем тоже тканью. И даём отдохнуть минут 5-10. И будем пробовать, что у нас получилось. Хлеб у нас немножко остыл. Идеально режется. Такой вот хлебушек. Воздушненький. Пышный. Сырок внутри. Запах вообще стоит божественный. Просто великолепный. Идеально пропёкся. Вкусный хлеб. Легко в приготовлении. Полчаса выпекается. Пробуйте, готовьте. Всем приятного аппетита. С вами был Римас. Увидимся на нашем канале. Всем пока-пока. Удачи.